Мы жили в бараках, за пределы Олимпийской деревни, нельзя было выходить. Тогда, по-моему, золотая медаль 3000 долларов, бронзово-серебряная 2000. Дорогие соотечественники, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Я принимаю это решение по принципиальным соображениям. Через две недели не стало и самой страны, а через два месяца пришла зимняя Олимпиада в Альбервилле. Никто не понимал, какую страну представляют наши спортсмены – СССР, СНГ или, может быть, уже Россию. Но они сами ехали прежде всего бороться за медали. Именно в Альбервилле наша страна получила первую медаль в шорт-треке – в командной гонке у женщин. В той команде была петербурженка Наталья Исакова. Сейчас она Камичилова по мужу. И уже 15 лет она тренирует детей фигурному катанию. Сегодня мы приехали к ней на малую арену юбилейного. Значит, вот сейчас доделаете этот прыжочек, да? И переходим в трехшажный шажочек. Раз, два, три. Ножку спереди поставили. И одинарный лут. Сначала делаем простой, потом делаем с рукой наверх. А сколько лет вы уже тренируете детей? Давно? Я начала тренировать 25 лет. Ну, вот уже больше 25 лет, получается. А здесь в юбилейном сколько лет? А в юбилейном вот 15 лет в этом году будет. 15 лет, да. А во сколько лет можно увидеть, что из девочки может получиться новая Загитова или Медведева? Видно как-то по каким-то вещам, каким-то критериям? Ну, вот физическая подготовка, физическое развитие. Видно, что ребенок спортивный, да? Пештовка высоко предвидится. Да, высоко, резкий, растянутый, живой. Но вы такая же строгая в работе, как Тутберидзе? Нет, конечно. Нет? Почему? Ну, Тутберидзе же дает методика и эффект. Конечно, дает. Но к ней попадают самые лучшие дети со всей страны. Уже отобранные, уже умеющие прыгать наверняка все тройные. И она не берет других. Вот, а мы начинаем с нуля. Вы же сами тоже начинали в фигурном катании, да? Да, да. Я до мастера спорта. Вас все признали не перспективной? А, мне уже было 19 лет и уже было, наверное... Вы одиночницей? Я была одиночницей, да. Достаточно крупной одиночницей. Крупная? Да. И поэтому вас признали такой не перспективной? Ну, в фигурном катании было, конечно, сложно отобраться куда-то на международные соревнования. Потому что, ну, как и сейчас, только три лучших спортсменки или спортсмена попадают на международные. Да, и такого большого выбора, вот как челленджеры сейчас проходят, гран-при, такого выбора, конечно, международных соревнований не было. А я занимала седьмое место на чемпионате России, да. А кто вам сказал, что вы не перспективны? Насколько это было тяжело услышать? Мне никто не сказал, просто я сама понимала, что мне уже тяжело конкурировать, да, и не пробиться. Год не пробиться, два не пробиться. Так получилось, что тренер у нас заболел и перестал нас тренировать. Вот. И я осталась одна. В Киеве? В Киеве, да. И уже последний год, вот там как раз десятьмое место я заняла на чемпионате СССР. Все, уже после него решила, что я закончу и еду учиться в Санкт-Петербург, в Лесгофта. И доучивалась уже там, и там мне подсказали, что образовалась вот команда шорт-трека после универсиады. Это 86-й год. По-моему, с 87-го года я уже попала в город. Ну, шорт-трек тогда еще никто толком не знал, что это такое, как... Нет. Самый странный вопрос, которым задавали про шорт-трек. Да, а что это? А что это, да? Да. Долго задавали еще? Да, достаточно долго. Я думаю, что и после Олимпиады еще задавали, потому что не было никакой информации, и нас не показывали. Вас учили правильно падать? Потому что я каждый раз, когда вижу шорт-треки, падает, летит спортсменка или спортсмен, у меня за него немножко страшно становится. Вас учили, как группироваться на припадении? Что делать? Как голову убирать? Да нет, это, наверное, вот со временем, с тренировками приходит. Ты и на тренировках падаешь, и уже приспосабливаешься, как лучше. Как, в первую очередь, голову прячешь или так? Набок. Лучше набок и убрать ноги, потому что если врезаешься ногами в этот борт, хоть он и мягкий, с матами, вот, то все равно очень сильный удар. Поэтому надо убирать... Слова сломать или... Конечно, я ломала и ногу, и руку ломала. Но бывает и страшнее. Одна девочка из Голландии, очень известная такая Маника Вилзебойер, вот она на каких-то соревнованиях в чемпионате мира, по-моему, упала, и она сломала позвоночник, и она осталась обездвижена, да. То есть настолько серьезно облетела, да? Да, сильные травмы. Коньком можно прорезать ногу. А никакие... Ну, есть же меры безопасности, наверное, все больше и больше, и все равно нельзя полностью, да, исключить? Нет, потому что лед скользкий, действительно, и остаются после забегов очень такие сильные рытвины, и не всегда можно залить и убрать их. Поэтому попадет конек в такую рытвину, и ты... Ну, вот, воля случая. Так, ребята, давайте, значит, Луцевы попрыгали уже. Идите к Юле Леонидовне. Юля Леонидовна, а возьмите, пожалуйста, их на вращенницу, да, чтобы они все свои комбинированные. Так, все, девочки, извините, я вас покидаю. Ну, и потом, да, с такими результатами, конечно, фигурное катание будут отдавать. Ну, сейчас бум, фигурное катание. Все даже контрольные прокаты показывают. Да, да, да. Ты о чем тут говоришь? Я как раз была на контрольных прокатах, смотрела. Ты в Москве, да? Угу. Ну, и как впечатление? Ну, было очень странно, потому что все выступали в тренировочной форме, а народу сидело как на показательных выступлениях. И как-то это все странно. И оценок же не говорили. Сидело, сидело. Да, ага. Судейская бригада сидела, и никаких оценок не выставляли, только они себе что-то там записывали. Расскажите, какую все-таки вы страну для себя лично представляли в Алибервилле? СССР, еще СНГ, или, может, уже Россию? Вы для себя ехали и говорили, я за Россию. Сказали, что вы будете выступать под нейтральным флагом. Под нейтральным – это олимпийский флаг, да? Да, да. Конечно, мы были еще советскими спортсменами. Нас даже на комбинзонах были в то время, одевала нас фирма «Митсуна», и на комбинзонах у нас были буквы «СССР». Заклеивали их? Мы их заклеивали. Нельзя было, да? Уже страны не было? Уже страны не было, да. Ваша партнерша Юлия Алагорова пожаловалась, что на церемонии открытия вас задели как клоунов. Действительно было так ужасно? Вспомните, что на вас было? А, я думаю, что мы не получили той формы, которую получала вся команда. Вот, мы получили, по-моему… Почему вы вас обделили? Я не знаю, почему нам не досталось. Канькобеж там досталось, а шорт-треку не досталось. И мы получили форму от Юдашкина. От Юдашкина? Ну, это же круче еще. Вот. Но там были такие интересные, такого цвета розового пальто. Да. И, господи, какие-то зеленые куртки. Я уже сейчас толком не помню. Это видишь стильно. И мы ходили на открытия в своих обычной одежде спортивной. А почему Юдашкинскую не одели? Ну, потому что мы посчитали, что это не очень симпатично. Вы поехали в Альбер-Виль во Францию. Говорили, что французы были ужасные жмоты, на всем экономии. В Олимпийской деревне жили там чуть ли в таких спартанских условиях. Не, ну, честно говоря, не могу сказать про Альбер-Виль, потому что вот когда мы были на Олимпиаде в Лилихаммере, там действительно были спартанские условия. Это через два года? Это четвертый год? Да, мы жили в бараках. В бараках? В бараках, да, таких двухэтажных, как вот у нас строительные домики. Один дождь на десять бараках? Да, скорее всего, по коридору до конца, наверное. Нет, в Альбер-Вилле мы жили в Олимпийской деревне, в альпийских домиках, в горах. Красота неописуемая. Было все очень красиво. У меня только такие прекрасные впечатления остались, эмоции. И были иностранцы, и в соседнем домике могли французы жить, в соседнем австралийцы. Вы как-то инструктировали, как себя вести с иностранцами? Все-таки вы еще были советские спортсмены, ну, там без двух мест. Ну, мы же не первый раз уже выезжали за границу, поэтому нет. Я не думаю, что какие-то у нас инструктирования были, нет. То есть вы свободно себя вели? Мы свободно, да. Единственное, что за пределы Олимпийской деревни нельзя было выходить, но вот просто так. Что вы привезли из Альбервилля, кроме бронзовой медали, естественно? Ну, масса сувениров, конечно, масса впечатлений. Потому что 92-й год, у нас даже за хлебом порой было проблемам купить. Да, я помню, что наши призовые, по-моему, за бронзовую медаль были 800 долларов. 800 долларов. Как вы их потратили? Потратила, наверное, родителям купила какие-то подарки. То есть не ставили себе какой-то холодильник, стиральную машину? Нет, нет, нет. Нет, ну, может, какую-то технику где-то уже в следующей поездке. Потому что мы ездили на чемпионат мира в Японию. И, по-моему, вот все эти деньги мы потратили на магнитофоны, что-то вот такое. Чего нельзя было купить у нас. Да, да, да. Сейчас платят 25 тысяч, то тогда, по-моему, золотая медаль 3 тысячи долларов, бронзовая серебряная 2 тысячи, а бронзовая – тысячу долларов. А коллекционеры приценились к вашей медали? Все-таки первая награда для России в шорт-треке, нет? Никто не предлагал продать? Нет, я даже не узнавала. А есть какая-то для себя цена вы поставили в голове? Вот если миллион предложат, я продам. Нет, не продам, не за что. Почему? Нет, ну это же такая долгожданная медаль. Единственная. Единственная. Из олимпийского времени. Да, долго к ней мы шли. Больше медалей и даже такого достоинства пока еще и женщин не заработали. Это благодаря Виктору Анну. Давайте скажем, что после 92-го года, после этой бронзы нашей женской команды, до 2014 года у России не было ни одной медали в шорт-треке. И потом, в 2014 году и в 2018, да, Семен Иллистратов, мы помним, медали только у мужчин. У женщин с тех пор нету. То и вашей медали, кстати, тоже могло не быть. Если бы китаянка не упала. Китайки были на то время самыми сильными. Но, как сказал наш тренер покойный, да, что побеждает сильнейший. Я думаю, что это психология. Они уже финишировали, им осталось пробежать вот 100 метров. 100 метров. Вы на тот момент, как ее, какой медали? Мы третьими. Вы третьими? Не проходное медали. Не проходное. Выходили две финалы. Да. И вот она падает на последнем повороте. Это же драма просто. Да, она падает, и все, и мы проезжаем, и мы выходим вторым номером финал. Потому что четыре команды в финале. Я думаю, что ее сразу из сборной убрали. То есть она подвела до такой степени свою команду, что они могли победить запросто. Потому что считались самыми сильными. Хорошо. Китай тогда отцепился. Вы вышли в финал. США, Канада, Япония. Как вы оценили свои силы в финальном забеге, где одна команда оставалась без медалей? Ну, как я говорила, что мы на позапрошлом чемпионате мира за год до этого мы проиграли только канаткам. То есть команды мы были достаточно сильны. Не получилось, потому что американки были очень настойчивы и распихивали буквально нас локтями. Такому же было в ответ, нет? Вот. Но мы нас на это не тренировали на такую агрессию. А, то есть вас не учили давать отпор? Вот. И получилось так, что все передачи и эстафеты, мы попадали вместе с ними, и они вот как-то своей. И теряли время. Они нам все время как бы загораживали. Вот. Ну, приехали третьи, но мы были тоже очень рады. С американкой потом на пьедестале почета нормально? Поздравляли Додога или все-таки стояли так в стороне? Нет, мы, конечно, поздравляли. Всем говорили, конгратулейшн, конгратулейшн. И пошли потом за гул праздновать свою бронзу. А, я не помню, мы, по-моему, уезжали на следующий день. Ну, все-таки как-то отметили. Ну, нас приглашал Собчак. Здесь поздравлял. Когда вы приезжали в Петербург? Да, уже когда приехали в Петербург. Квартира? Нет, нет, конечно, не квартиры, не ключи от машин. А что? Нет. Просто письмо с благодарностью. Так. Деньги, может, еще какие-то? Нет, не было такого. Почему через два года на Олимпиаде от вашей команды осталась только одна Виктория Троицкая, и команда в итоге даже не смогла, не попала даже в финальный. Не попали, да, не в финальный. А почему распалась ваша четверка? Юлия Алогулова закончила с шортреком. Потом у меня, наверное, уже физическая форма не такая была, какая нужна. Потом девочки молодые из Свердловска у нас в команде появились. Проходите, ребята. То есть вы поняли, что уже все, как бы, вы в команде уже не попадаете, да? Да, да, я запасной. Ваше время ушло. Да, я поехала запасной. Интересно, что после игр в Лилихамере вы уехали в Швецию, вы поняли, что в России нечего ловить, или не было каких-то интересных предложений? Нет, предложений никаких не было вообще. Очень сложно было устроиться. У нас же и Каткито только был один юбилейный, потом большевик там на Абуховской обороны и, наверное, на Бутлерово Спартак, который, да. Вот и все. Попасть тренером было невероятно, только по блату, да? Да, ведь многие фигуристы уходили в балет на льду и уезжали в Америку, например, на гастроли, оставались там. Вот, например, из моей группы, наверное, человек 7-8 осталось в Америке. А кто вас в Швецию сосватал? У нас там проходили сборы не один раз. Я сама написала письмо туда, попросилась. Я работала в двух клубах сразу. То есть вы сами попросили в Швецию? Да, да. И сочли это вас или как-то непатриотично? Уезжать из родины в тяжелое время? Ну, тогда уже много народу уехало, поэтому многие разъезжались, поэтому никто ничего не сказал. Порадовались, что я нашла. А ваши близкие родители? Да, они были довольны. Довольны, да? Они были довольны. Вот там были маленькие деньги поначалу. Это сколько? Наверное, около 500-700 долларов за месяц. А в России сколько можно было заработать в этот момент? Ну, небольшие. Сто двести? Да, если не меньше. Ну, там надо было оплачивать квартиру, там надо было. Все сами? Да, да, да. Ну, мне повезло. Поскольку я тренировала два клуба, и шорт-трек, и фигурное катание, один клуб оплачивал мне квартиру, ну, а другой клуб платил зарплату. Советские, да, специалисты ценились очень. Вот, потому что как сами там шведы, тренеры, были не сильно квалифицированными. Ну, слышал, что один раз вам прилетело за то, что вы сделали некорректное сравнение. Расскажите интересную историю про менталитет. Ну, там вообще у детей занятие спортом как хобби. Они приходят туда после учебное время и проводят время в свое удовольствие, не напрягаясь. Вот, поэтому какие-то там замечания, что ты должен работать, ты должен там на скорости все делать, ты должен не останавливаться, нельзя. Там только можно было говорить хорошо. Хорошо, хорошо. Так, а вы сказали, у вас сказали плохо. А я сказала плохо, что так нельзя прыгать, надо что-то... Придешь, как мешок с картошкой. Вечером вам звонил. Получилось так, что мне позвонила мама и попросила больше так не говорить. Почему? Потому что это некорректно, и это обидело очень ее ребенка, которая сказала, что она перестанет кушать тогда. Вот так даже. Могли ребенка до головы привести. Да, пятилетнего. И, короче говоря, я поняла, что там нельзя прикасаться, там нельзя как-то настойчиво, например, показывать, как руки должны быть натянуты, как колени должны быть втянуты. Конькобежец Дмитрий Бочкарев сравнил жизнь за границей с пожизненным заключением. У вас как было? Втянуло вас на родину? Да, конечно, мне хотелось домой, потому что я жила в маленьком городке, численность населения этого городка было 8 тысяч человек. Город Лисичиль, это недалеко от Гетеборга. Вот. Ну, единственное, спасало то, что вот любимая работа, там, суббота, воскресенье мы выезжали на соревнования, дни были заняты, а так, конечно, тяжеловато. Мы с мужем решили, что вот у нас должен был появиться второй ребенок, а девочке было уже 5-6 лет, то есть мы должны были понимать, или она пойдет в школу в Швеции, и мы тогда останемся, или мы возвращаемся, и уже живем здесь, в России. Так а в России были какие-то варианты с работы? Ну, пока не было. Мы надеялись, что они появятся. То есть вы возвращались так, на свой страх и риск? Да, да, на пустое место. Ни у мужа не было, ни у меня не было. Нет, было тяжеловато, было тяжеловато, конечно. Что самое тяжелое было для вас, когда вы вернулись в Россию? Самое тяжелое, ну, вот такой, к российской действительности, да, перестроиться на российскую действительность. Но просто после Швеции, конечно, многое там в России раздражало, и очереди в какие-то инстанции, и справку получить. Как раз у меня родился ребенок, и вот это все оформление документов, устраивать там дочку в школу, в садик тоже приходилось. Поэтому вот это все, где надо долго стоять в очередях и выпрашивать, и ждать, это, конечно, немножко шаги. Ну, и не устроиться на работу тоже было два года. Я только через два года попала вот в юбилей. А почему? Вы же тренировали в Швеции, все-таки не самый последний специалист. Ну, во-первых, сын родился, да, он был маленький, и мужу было сложно тоже устроиться по специальности, потому что... Успрашиваешь тренинг? Нет, нет, нет. Он заканчивал кораблестроительный институт по профессии экономист. Но поскольку он пять лет жил в Швеции, поэтому вот без опыта работы тоже было сложно устроиться. У вас есть объяснение, почему вот за вашей бронзой 92-го года в шорт-треке в женской команде непосредственникового продолжения? Во-первых, 22 года Россия вообще не выиграла медали в шорт-треке, и у женщин до сих пор нет медали. И, может быть, вам стоит пойти тренировать шорт-трекисток? Ну, возможно, то, что не сильно популяризировали этот вид спорта и не выделяли достаточно денег на тренировочные процессы. Вы-то, наверное, тоже когда тренировались, у вас не особо было много денег. Ой, я даже не могу сказать, почему. Вроде и тренер наш остался. Вот в чем вопрос, достаточно ли мы, как азиаты, например, подходим для этого вида спорта? А что у нас не так? Ну, мы высокие, мы длинноногие. Азиаты все... Ну, не все, кстати, мы высокие. Ну, понятное дело, что отбираются такие более, конечно, низенькие, сухенькие, быстрые, резкие. Ну, вот азиаты все они такие. Центр тяжести у них ближе ко льду, и они более мелкие, более резвые. А может, проще сделать? Пригласить Виктора Ана в юбке, и за ним потянутся остальные? Ну, вот как нам повезло с Виктором Аном. Да, он, конечно, на новый уровень поднял шорт-трек. Может, и в женском шорт-треке также сделать? Позвать какую-нибудь девочку, азиатку натурализовать? Я даже не знаю, почему мы этого еще не сделали. Да? То есть вы считаете, это нормальный был бы вариант? Конечно, конечно. У нас же есть очень талантливая в Петербурге девочка Софья Проскурина. Ей, по-моему, сейчас 17 или 18 лет. А она даже выигрывала Европу. Она выигрывала, по-моему, на чемпионате мира какие-то медали. Я, честно говоря, не очень сейчас слежу за шорт-треком. То есть можно запомнить эту фамилию, да? И через три года, возможно, она поднимет. Да, да, да. Она выступала на прошлой Олимпиаде. Я так думаю, что она даже в каком-то четвертьфинале бежала. Но она одна. Одна, да. Надо к ней еще трех человек начать. Конечно, конечно. Вот я видел вас в группе девочки тренировались. Вот так, по разговору, кого они больше подражают? Загитова или Медведева? Наверное, Загитова на сегодняшний момент. Почему? Потому что она выиграла все? Да, наверное. Ну, я думаю, что они еще не сильно, вот маленькие особенно дети, они еще не сильно следят за фигурным катанием. Больше их родители, конечно, следят. Но на слуху, конечно, больше Загитова. А родители приводят детей в фигурное катание, потому что хотят, чтобы они были такими вот успешными, как Загитова и Медведева. Столько же получали денег или? Нет, кто-то для здоровья приводит, кому-то рекомендуют, да, что вот нужно заниматься фигурным катанием, исправить осаночку, там, кого-то астма тоже желательно дышать влажным, холодным воздухом. Ну да, мы сейчас походили, а там достаточно холодно. Прохладно, прохладно. А вы пришли в свое время в фигурное катание тоже по каким-то медицинским причинам? Нет, меня папа привел, я была очень активным ребенком. Папа решил, что из меня будет... А почему именно фигурное катание? Соня Хэнни, а вот ему так хотелось. А, Соня Хэнни, он любил Соню Хэнни? Да, он объявлял, всегда открывал окно, я каталась во дворе на залитом родителями катке, вот, и он вставил музыку и объявлял, выступает Соня Хэнни. Потом папа не расстраивался, что из вас Соня Хэнни-то не получилось? Расстраивался, расстраивался, конечно. Он очень амбициозный. Ну, Бронза в шорт-теке примирил его как-то с его дочкой? Да, 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 да. Ни с кем он не сравнил вас? Да. Какой-то кореянкий там или еб? Нет, нет, но он был очень рад. Ну, и, конечно, тренер нас поздравлял и гордился нами, и для него это была тоже первая медаль олимпийская. Давайте назовем о том все, тренер-тренер, имя, отчество. Юрий Александрович Павловский, но его уже нету в живых, да. Но он для нас как отец был. Отец был? А в чем это заключалось? Ну, всегда под крылом держал, всегда, всегда где-то мы на выездах, всегда он нас водил в какие-то там, могли и в театры, и в музеи с ним ходить. То есть не только каток, результат? Да, 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 да. И друг, и он мог нас выслушать, и совет какой-то дать. Может быть, сейчас именно в шорт-теке не дали, потому что таких тренеров нет? Возможно. Вот таких тренеров, друзей, которые могут действительно... Да, он настоящий фанат был, конечно, своего дела. Спасибо.